Добрый вечер, дорогие господа! Здравствуйте! Друзья, дружище аплодируйте! Сегодня у нас открытие седьмое. Собственно, высшая лига чемпионата КВН. Первая игра в высшей лиге КВН в Криване собрала на сцене дворца культуры молодежи семь команд. Четыре из них представляют наш край. Это команда «Столица», «Правила», «МЗ» и «Культурная столица». И три команды – гости из соседних регионов – сборная Уфы и Ижевска Екатеринбурга. Право открыть сезон игры высшей лиги дали Александру Бортасевичу. Игры КВН, как флагманский проект региона, традиционно проходят при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермска. В молодежной политике есть несколько ключевых направлений. Они связаны с социально-экономической активностью молодежи, с гражданской активностью, добровольчество, студенческие отряды, много-много еще всего. Но КВН, конечно, он всегда, как, наверное, студенческая весна, может быть, стоит на особом месте, потому что, мне кажется, это то самое направление, которое дает в полной мере реализоваться нашим молодым, ярким, красивым, талантливым, молодым людям. Новый сезон игр КВН в Прикамье назвали амбиции. В играх участвует много новых, талантливых, амбициозных игроков и самих сборных. Так, сборные Пермского края, которые назвали культурной столицей, собрали из молодежи Асы, Кунгура, Палазны. Это их первая игра в высшей лиге. Впрочем, это первая игра сезона и для некоторых гостей. Сборная Башкортостана в новом составе впервые выносит свой юмор на суд пермского зрителя и жюри. Хотелось бы обратиться к учителям русского языка и литературы, которые обманывали нас все эти годы. Дорогие учителя, две полоски – это несказуемое. Это обстоятельства. С любовью, сборная города Уфы. Мы решили показать свои шутки. Вот, он имел в виду шутки. На самом деле, очень приятно. Такой теплый зал. Мы очень рады, что приехали в такой город, где так любят КВН. Полный зал, битком, в проходах люди сидят. Это очень приятно. Зрительный зал переполнен. Прямяки за лето соскучились по искрометным шуткам и юмору КВНщиков. Как обещает жюри конкурса, наблюдать за любимыми командами высшей лиги можно будет еще долго. Никто после первой же игры не покинет сцену. Мы надеемся, что высшая лига нынче у нас будет хороша. И она будет не на вылет. Мы решили, что все команды будут играть 3-4 игры и наберут баллы. И лучше. То есть, никто не простится со своими любимцами, скажем так, из-за зрителей. И те, кто наберут максимальное количество баллов, они и будут чемпионами высшей лиги. Вторая игра высшей лиги при Камье нас может ждать уже в декабре этого года. А третья – заключительная игра сезона весной. Продолжение следует...